В Уфимском аэропорту сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили у авиапассажира опасное насекомое. Мужчина, прибывший из Таджикистана, привез в ручной клади фасоль весом в 500 грамм. В ней-то специалисты и нашли карантинного вредителя зерновку. Для предупреждения распространения вредных организмов на территории Башкирии продукцию изъяли и уничтожили. Трехлетний Максим Мухин из Уфы стал героем программы «Удивительные люди». Мальчик в три с небольшим года свободно разговаривает на шести языках – русском, башкирском, испанском, английском, французском и китайском. По словам мамы-полиглота, дома они разговаривают на трех языках – русском, башкирском и английском. Сама она по образованию лингвист, поэтому и сына решила привлечь к языкам. Прокуратура советского района Уфы добилась выплаты заработной платы сотрудникам нефтяной компании. Задолженность копилась еще с сентября прошлого года, и в сумме превысила 12 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры было выплачено 7 миллионов рублей. Руководство компании оштрафовали, а в отношении гендиректора возбуждено и уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Жильцов многоквартирного дома в Уфе не на шутку взволновало целое полчища Блох. Местная жительница опубликовала видео в Инстаграм. В комментариях откликнулся глава администрации от Женикидзовского района Уфы. Сначала он сообщил, что обращение было принято, а спустя день отрапортовал о решении проблемы. Была проведена прочистка внутренних инженерных сетей и дезинфикация мест общего пользования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова